Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Евросоюз не может объявить торговую войну США. Главной темой проходящего в Давосе Всемирного экономического форума стала проблема обострения торговых отношений между США и Евросоюзом. Европейская элита подвергла публичной критике действий американских чиновников по созданию приведированных условий для работы промышленности на территории США. Европейские экономисты призывают Евросоюз как можно быстрее разработать ответные меры по защите европейского бизнеса. Европейская бизнес-элита рассчитывает на получение зеленых субсидий от Евросоюза, аналогичных тем, которые были обещаны американским компаниям. Напомню, что вступивший в силу с 1 января 2023 года на территории США закон о снижении инфляции предусматривает предоставление за счет бюджета им компаниям, работающим на территории США, государственных субсидий в объеме 400 млрд долларов. Американские власти, несмотря на нарушение закона нормам ВТО, наотрез отказались его пересматривать. Европейские политики пригрозили США ответными мерами. Однако текущий энергетический кризис и дефицит свободных средств в европейской экономике не позволяет Евросоюзу ответить зеркально на действия американской администрации. У Евросоюза нет денег на то, чтобы субсидировать из бюджета промышленные предприятия. Максимум, что могут сделать наиболее богатые страны Европы, подобные Германии и Франции, так это субсидировать работу энергетических предприятий для возможности импорта иммигаза, нефти и угля по более высоким ценам, чем ранее. Единственной действенной мерой может стать введение пошлин со стороны ЕС на ввоз американских товаров. Однако чиновники Евросоюза настороженно относятся к этой идее, поскольку она может лишь ухудшить торговый баланс в отношении США. Европейские компании по итогам прошлого года заработали на поставках в США фармацевтических препаратов, автомобилей бытовой техники свыше 200 млрд долларов. Это наиболее существенная статья европейского экспорта в США. Введение таможенных пошлин со стороны ЕС на поставку американских товаров с высокой степенью вероятности приведет к зеркальным мерам со стороны США. В этом случае европейский экспорт может рухнуть, и место европейских компаний на американском рынке займут местные производители. Стоит также отметить, что основными статьями американского экспорта в Европу становятся энергоносители. Вводить пошлины на американские газы нефть нет никакого резона, поскольку эти ресурсы физически можно заместить лишь российскими энергоносителями. Однако Евросоюз на это идти пока не готов.